Министр финансов на прошедшей пресс-конференции назвал четыре приоритета, одобренных правительством. Это экономический рост, государственная безопасность, административная реформа и благополучие семьи. Правительство исходит из того, что рост экономики в реальном измерении, то есть без учета повышения цен, составит в среднем около 3%. При этом в прошлом году он едва превысил 1%, а прогнозы этого года обещают 2% рост. Средняя зарплата будет расти на 5%, а инфляция составит около 3%. Таким образом, реальные доходы у населения должны вырасти. Все же следует иметь в виду, что даже проект на следующий год будет сверстан осенью после соответствующего прогноза Минфина. Реально, конечно, прогноз исходится с каких-то конкретных данных. И, конечно, чем ближе к конкретному году, тем лучше ты знаешь, как он будет действовать. Но тот прогноз важен именно для тем, которые должны принимать решения в данном моменте политики, которые должны получить первоначальные данные, куда двигается экономика, куда двигаются государственные разные предметы, которые пришли в реальную жизнь. И оттуда ты можешь делать уже какие-то конкретные решения, куда ты хочешь двигаться. Так что прогноз довольно важен все-таки. Оборонные расходы сохранятся на уровне 2% от ВВП. К ним добавится еще 22 миллиона евро для финансирования присутствия войск-союзников и 70 миллионов на обустройство восточной границы. В 2017 году должны начаться выплаты по возврату подоходного налога малообеспеченным жителям страны. Повысится пособие на первого и второго ребенка, а в особенности на третьего. Специалисты указывают, что именно появление третьего ребенка в семье ведет к резкому повышению расходов. Также на 2017 год придется и реализация административной реформы. Правительство обязуется сократить государственный аппарат, при этом сокращение не коснуться сферы здравоохранения, образования, внутренней и внешней безопасности. Декларируются и меры повышения эффективности эстонской экономики. Именно здесь у оппозиции возникает множество вопросов. Наши такие самые больные вопросы, это, конечно, средства хозяйства и вообще вопрос, откуда у нас будет товар, домашние продукты. До сих пор у нас было, что хоть молочные продукты, мясо из Эстонии мы сами выращивали, но сейчас уже, например, люди делают статистику, что у нас почти уже один третий надо импортировать, но это уже волнует, это серьезный вопрос. Увы, сланцевая промышленность и сельское хозяйство живут не в четырехлетней перспективе, а проблемами сегодняшнего дня. Оппозиция также предлагает заморозить повышение акцизов на топливо, отказаться от повышения налогособоротов в туристическом секторе, да и, в принципе, нужно отказаться от устаревших налоговых догм. Если бюджет следующего года будет активно обсуждаться в парламенте, то бюджетная стратегия до 2020 года при нынешней коалиции больших изменений не претерпит. В завершение были названы и несколько крупных проектов, требующих серьезного финансирования. Это проект Rail Baltic, реконструкция отрезка шоссе Талент-Арту, председательство Евросоюзе в 2018 году и празднование 100-летнего юбилея Эстонской Республики. Теперь документ доступен для всех и, видимо, еще подвергнется анализу не только со стороны политиков, но и экспертов. Но уже даже президент Томас Хендек-Илиус сказал сегодня, что Эстония для развития экономики и повышения благосостояния людей нуждается в масштабных политических решениях, а не в сосредоточенности на деталях вводя повышения госпошин и штрафов. Формирующим бюджет людям не хватает смелости начинать дискуссии по бывшим до сих пор табуированным темам, таким, как потенциальные изменения в налоговой политике, отметил Ильвис. Владимир Михалков, Вячеслав Скорецкий, Первый Балтийский канал. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова